Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 25-е, и что на сегодняшний день? Эту ночь мы спали спокойно, так как вечером мы спустились в подвал. Вы видели это по моим видео, прождали там, потом все вместе с другими людьми решили, что сейчас не время, когда начнут бомбить сильно, тогда мы спустимся. Поднялись домой, и где-то около 8 часов вечера очень сильные звуки мы слышали, не знаю, танки это или что, и мы, конечно, испугались. Мама говорит, что идем в подвал, я говорю, нет, подожди, это сейчас пройдет. Примерно до 11-и так были мелкие всякие эти звуки, бомбежки. И потом мы просто поспали, мы так заснули, но были начеку, что если что нужно проснуться и идти в подвал. То есть мы уже одеты и спали, в кофте в теплой, в штанах, и осталось только одеть куртку и выйти в подвал. Всю еду мы собрали, которая у нас была на всякий случай. И слава Богу, мы проспали так до утра, и никаких проблем, никаких странной посторонней стрельбы мы не слышали. И если бы услышалось, я просто знаю, я бы по-любому проснулась, как это было в первый день, когда в пять утра я просто подскочила, то сегодня этого не было. И сейчас я пыталась утром узнать информацию о Харькове, вообще, что происходило ночью, потому что спала, была не в курсе, может быть, в других районах были какие-то проблемы. Но мне так никто толком не сказал. Один человек сказал мне, бомбили три раза. И одна девочка, подружка сказала, раз, бомбанули, там где-то и всё. Но тоже были они спокойны. Вот. Значит, такие новости. И также я видела, что танки уже куда-то уехали в другую сторону, с Харькова, с центра, я так поняла. Поэтому надеемся на лучшее. Теперь желаем, чтобы это не вернулось. И в Киеве, чтобы тоже всё скорее наладилось, и в других городах тоже. Потому что в Киеве сейчас очень всё серьёзно, прям бомбятых со всех сторон. Очень жалко. И все районы, которые я знаю, где я была, и блогеры выставляют это всё, друзья мои там живут. Поэтому хотим пожелать, пусть эта ночь предстоящая будет для всех спокойной. И каждый сможет выспаться нормально. И мы, Украина, переможем. Друзья, как вы уже поняли, мы находимся снова в подвале. Был очень сильный стук, выбух. Здесь было много людей, но мне было неудобно снимать. Сейчас половина поуходили, половина сидят дома. Мы решили пока никуда не идти, остаться здесь. И будем ждать хороших каких-то новостей. Пока что самолёты вроде как отступили, нас они не задели. Там видно улицу. Вот. Но неизвестно, вернутся ли они. Давай выключим светло, и будем мовчать, про то, что можно словами сказать. Не можно писать, неможливо сыграть, а только мовчать, тихонько мовчать. Давай мовчать, про то, что девчаты.